Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Номер 64. Насчитываем Новый Завет, толкование блаженного Фефилакта с комментариями. Послание Галатам 5 глава 24 стих. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Толкование Фефилакта. Как бы на тайный вопрос, кто это так добродетелен, как ты говоришь? Он отвечает, те, которые Христовы, то есть те, которые составляют удел Христов, распяли плоть, то есть умертвили телесные помыслы. Ибо они не самих себя умерущляли. Под плотью ты разумеет не существо плоти, а земные помыслы, так, чтобы жили в них ни страсти, гнева, ни похотения, но те и другие были распяты и умерущлены. Или страстями он называет вообще страстные действия. Происходят ли они от гнева или от похоти. Итак, он говорит не только об умерущлении таких действий, но и от самих причин их, то есть пожеланий. Галатам 5.25 Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Толкование. Если, говорит он, такова сила духа, то ею и станем жить, и ею довольствоваться. Ибо выражения по духу и поступать должны употреблено вместо будем довольствоваться силой духа и не станем искать помощи у закона. Галатам 5.26 Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Толкование. Этим показывает, что обольстители их из тщеславия взялись за это. Ибо в этом причина всех зол. Вызывают друг друга на спор и распрю. Подобно тому, как если бы кто-нибудь говорил своему противнику. Если ты силен, давай помиримся силами. А так как от тщеславия происходит зависть, то он и запрещает ее. Никаких споров не надо. Я один раз сказал, и все. Я отослал на свои материалы. А вы не отвечаете. Отвещать-то чего, когда все отвечено? Вызывают они на спор, начинают над тобой кривляться, язык показывать, ну и только делов. Галатам 6.1 Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Толкование. Так как многие между ними, думая сдержать согрешающих, действовали при этом под влиянием собственных страстей, будучи движимы к тому любоначалием, то он говорит, если и впадет, то есть увлечен будет силой демонской, вы, духовные, исправляйте, то есть наказывайте, не наказывайте, а наставляйте в духе кротости. Не сказал кротостью, но в духе кротости, показывая, что это духу угодно, и снисходительное исправление грешников есть дар духовной благодати. Дабы не возгордился, исправляющий другого, он предостерегает его. Смотри, говорит он, и береги себя, чтобы и тебе не впасть в то же самое, подвергшись искушению от противника. И выразительно сказал, наблюдая за собою, напоминая тем о человеческой слабости. Галатам 6.2 Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Толкование. Так как, будучи человеком, невозможно быть безгрешным, то он убеждает не относиться строго к грехам ближнего, но переносить их, чтобы потом и его грехи мог переносить другой. То есть сообща все исполняйте, взаимно помогая друг другу. Например, проворный пусть помогает медлительному, а медлительный пусть сдерживает его горячие стремления. И таким образом и первый не согрешит при содействии последнего, и последний при содействии первого. Таким-то образом, подавая друг другу руки, вы при взаимной помощи исполняете закон Христов. Каждый своим содействием ближнему, восполняя то, чего не достает ему. Да и долг любви требует носить бремена друг друга, потому что в любви заключается исполнение заповедей Христовых. Галатам 6.3 Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Толкование. Опять не спровергает ересь гордость. Здесь гордость. Показывая, что считающий себя чем-то, ничтожен. И этим самым мнением доказывает свое ничтожество. И обманывает не кого-нибудь другого, а себя. Галатам 6.4 Каждый доиспытывает свое дело. И тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Толкование. Пусть исследует, говорит он тщательно, свои действия. Это ведь значит слово доиспытывает. Не сделал ли он что-нибудь по тщеславию, или по лицемерию, или по другой какой-нибудь человеческой причине. И тогда пусть не хвалится пред другим. А если он не удержится, пусть хвалится пред собой, то есть подвергает суду себя самого. Пусть нынешнее дело считает лучше вчерашнего и величается добрым делом. Но апостол говорит это по снисходительности, а не в смысле узаконения. Чтобы мало-помалу уничтожить тщеславие такого рода. Ибо привыкший не тщеславится, как фарисей пред ближними, он скоро перестанет хвалиться и перед самим собой. Галатам 6.5 Ибо каждый понесет свое бремя. Толкование. Зачем хвалишься пред ближним? И ты, и он понесете каждое свое бремя, и тогда будет оценено дело каждого. Посему, когда ты имеешь бремя и труды, не хвались добрым делом ни при другими, ни при самим собой. Галатам 6.6 Наставляемый словом делись всяким добром с наставляющим. Толкование. Наконец, говорит об учащих. Дабы наставляемые ими помогали наставникам не в одном чем-нибудь, но в всех благах. Уделяем пищу, одежду, оказывая почтение, расположение, и все вообще хорошее. Ибо получаешь больше того, что даешь. Вместо вещественных благ получаешь духовное. Посему и называют это дело общением, потому что происходит обмен. Но почему Христос определил, чтобы учителя получали пропитание от учеников? По двум следующим причинам. Чтобы, с одной стороны, учителя не превозносили сильно, но нуждаясь в учениках, были скромны. И чтобы посвящали время только слову, не заботясь о пище. А с другой стороны, чтобы и ученики в доброте к своим учителям учились быть такими же и по отношению к другим. И в то же время не стыдились и сами, находясь в бедности и нужде, так как и учителя их таковы. Галатам 6, 7, 8. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление. А сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Толкование. Так как часто некоторые обвиняли учителей в дурной жизни, презирали их и не питали их в бедности, то он, хотя это и после говорит, делая добро, да не унываем, ну и теперь показывает, что и к таким учителям должно быть щедрыми, так как эта трата происходит на дело духовное. Итак, сравнивая издержки на дела плотские, страты на духовное, он говорит, если ты будешь тратиться на плоть, приготовляя обеды и разные приправы, сея пьянство, роскошь и обжорство, то пожнешь тление. Ибо и само это гибнет, и тело с тобой губит. А если будешь сеять духовно, то есть духовные дела, обнаруживая ко всем сострадание и храня воздержание, то пожнешь жизнь вечную. Ибо Бог осмеян и обмануть не бывает, но воздаст тогда каждому свое. Итак, лучше трать на дела духовные, которым относятся и издержки на учителей, чем на плотские наслаждения, которые тленны и растлевают тело, потому что от наслаждений и излишеств происходят болезни. Галатам 6.9 Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Толкование. Теперь яснее высказывает, что если бы и дурны были те, которые просят у нас, мы не должны ослабевать в своих благодеяниях к ним, но указанием на то, что не должны ослабевать, советуют щедрость и непрестанное даяние. Потом, много потребовав, он тотчас и награду указывает, именно пожнем. Каким образом? Не ослабевая, то есть не имея никакого утруждения, но совершенное спокойствие, ибо здесь соединяются с жатвой изнурения и труды, а там не так. Галатам 6.10 Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Толкование. Как не всегда удобно сеять, так и точно, и оказывать дела милосердия, что показывают и Девы, и Лазарь. Поэтому, пока имеем время в этой жизни, не только учителям, но и эллинам, и уйдеям будем оказывать добро, то есть благодеяние и милосердие. Конечно, не в одинаковой мере нужно оказывать пособие сим последним и единоверцам, но большую щедрость нужно оказывать верующим, ибо на это указывает словом наипаче. Но заметь, и в этом случае, насколько он удаляет их от иудейской узости, ибо закон открывал сердце в отношении к единоплеменникам. Благодать же призывает землю и море к трапезе милосердия, хотя и не в одинаковой мере, как сказано. Галатам 6.11 Видите, как много написал я вам своей рукою? Толкование. Немного поговорив о нравственном духе, он снова возвращается к прежнему, что тревожило его сердце, и показывает, что сам собственноручно написал все это послание, не для того, чтобы только показать к ним любовь, но чтобы и уничтожить злое подозрение. Так как клеветали, что он проповедует одним одно, другим другое, поэтому он вынужден был дать письменное свидетельство своей проповеди. А прочие послания писали другие. Сам же он подписывал только приветствие. Выражение же, как много, указывает не на обширность, а на некрасивость письма. Как бы говоря, хотя я и не умею прекрасно писать, однако принужден был собственноручно написать это послание. Галатам 6, 12. Желающий хвалиться по плоти принуждает вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Толкование. Желающий, говорит, хвалиться по плоти, то есть у людей, именно у иудеев, ибо они порицали их как отступников от отеческих обычаев. Принуждает вас обрезываться, оправдываясь пред иудеями через вашу плоть. А словом принуждает, показал, что они неохотно переносят его, и вместе с тем дает им побуждение к возвращению, как невольно заблуждающимся. И по другой, говорит, причине они делают это, ибо чтобы не подвергнуться им преследованию и гонению из-за креста и веры, потому что они приступают ее и обрезываются, а не желают и другим быть участниками в обрезании. Галатам 6, 13. Ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти. Толкование. Не по человекоугодию только говорит, но и по честолюбию делают это, ибо они по ревности к закону и не ради благочестия, говорит он, совершают они это, но и за честолюбие, дабы похвалиться ваше плоти, то есть, чтобы похвалиться обрезанием ваше плоти, так как они якобы ваши учителя и имеют вас учениками. Галатам 6, 14. А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Толкование. Те, говорит, пусть хвалятся обрезанием, делом отмененным, но для меня да не будет другой похвалы, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, то есть, верой в распятого, который крест отменил закон, отвращался от всего как непотребного, призывая даже на это помощь Божию. В чем же состоит похвала о кресте? В том, что для меня недостойного был распят Господь, так возлюбивший меня, что предал даже самого себя. Итак, для Павла и для всякого верующего крест служит предметом похвалы, потому что в нем проявляется любовь Господа к нам, и какой раб не хвалится любовью своего Господина. Миром называют житейские дела, славу, богатство, удовольствие. Итак, они умерли для меня, и я мертв для них. Двойное умерущление. И они не могут владеть мною, так как мертвы, и я сам прибегнуть к ним, потому что мертв. Галатам 6, 15, 16. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни не обрезание, а новая тварь, тем, которые поступают под всему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию. Толкование. Не указывай, говорит он, мне на обрезание, которое не имеет никакой силы, и бесполезно, как и не обрезание, ибо Христос все обновил и требует от нас новой жизни. Жизнь во Христе новая тварь, потому что души ваши, обветшавшие грехом, теперь обновились крещением, и потому что в будущем веке, обновившись телом и сделавшись нетленными, мы удостоимся нетления и славы. Итак, кто прибудет в этом правиле новой жизни по образу Христа, избегая обветшавшего и потерявшего силу обрезания, тот достигнет мира с Богом, освободившись от грехов, которые делает Бога врагом нам и удостоится от человеколюбия, не подвергаясь уже ненависти, как враг Божий, и удостаиваясь милосердия, так как наступил для Него мир крестом и благодатью. И таковые составляют Израиля в собственном смысле, как видящие Бога. А те, которые не таковы, хотя бы и были израильтянами по роду, ложно так называется. А это заимствовал Павел у Давида, который говорит «Мир на Израиле!» Псалом 124, стих 5. Галатам 6, 17. «Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язву Господа Иисуса на теле моем». Толкование. Это, говорит он, не как утомленный и обезнадеженный. Да и как это возможно тому, который увещевает нас той во время и не во время? 2 Тимофея 4, 2. А из желания, чтобы данные им постановления были непоколебимы, и чтобы галаты не ждали от него ничего другого, но были убеждены, что он так проповедует. В оправдании, говорит он, против тех, которые говорят вам, что я лицемер, и в других местах проповедую обрезание, я имею язвы и напасти ради Христа, ибо они сильнее всякой речи свидетельствуют, что я подвергся опасностям не за закон, а за учение Христово, и не сказал «имею», а ношу, как некий трофей или царский знак отличия, и горжусь ими. Галатам 6, 18. Благодать Господа нашего Иисуса Христа садухом вашим, братья, аминь. Толкование. Этим пожеланием им показывает, что не по гневу и ненависти все это высказал. И в этом заключается не только пожелание, но и наставление, запечатлевающее все сказанное, ибо напоминает о благодати, которую они получили не через закон, а веры во Христа, и не сказал с вами, а садухом вашим, удаляя их от телесного и показывая, что не от закона, а от благодати приняли духа, и что не закон и не обрезание, но благодать может сохранить в них духа, так же, как и сообщила его. А назвав их братьями, напомнил тем о купеле, от которой мы становимся братьями, чадами единого Отца Бога, а не от закона. Да будет же и с нами благодать Божия, так, чтобы нам жить по духу и греховной нечистотой не утратить божественного освящения утешителя, но всегда приумножать в себе Он и во Христе Иисусе Господе нашим, Который явил жизнь новую и духовную, уничтожив ветхую и плотскую. Ему слава во веки. Аминь. Послание к ефесянам апостола Павла. Предисловие. Ефес Метрополия главный город Метрополия ну когда это так Метрополия Метрополия Уже это послал там уже Просто Метрополит Метрополия главный город Малой Азии Он учтил как высшую богиню Артемиду и в честь ее был там величественнейший и прекраснейший храм, который был уважаем всеми эллинами, но особенно ефесянами. Так что Ефес даже назывался служителем Артемиды как это сказано в книге Деяний 19.35 В ефесе очень долго жил евангелист Иоанн сосланный сюда и здесь умер и Тимофея там оставил Павел учителем знаменитейшие из философов также жили в нем и так поскольку этот город был так набожен и так славился мудрецами то Павел с особенным старанием пишет к ефесянам и поверяет им самые глубокие возвышенные мысли как уже получившим оглашение Пишет же это полное возвышенных мыслей послание от Изрима где находится вузах поэтому и нам нужно особенное внимание чтобы понять заключающиеся в нем тайны ефесянам 1.1 Павел волею Божию апостола Иисуса Христа находящимся в Ефесии святым и верным во Христе Иисусе толкование блаженного филакта смотри какая в то время была добродетель святыми и верными он называет мужей мирских имеющих жены детей а теперь и в горах и пещерах не таковы Ефесянам 1.2 Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа толкование сказав благодать прибавляет от Бога Отца нашего дабы показать что сделала нам благодать именно она сделала Отцом нашим Владыку и Бога но и Господь то есть Сын по благодати к нам соделался и Иисусом и Христом так как ради нас воплотился нареченный Иисусом и осветил человечество божеством Ефесянам 1.3 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах толкование вот и Бог и Отец одного и того же Христа Бог как воплотившегося а Отец как Бога Слова в отличие от иудейского благословения Он назвал это духовным ибо то было более телесным Бог благословит сказано плод чрева твоего второзаконие 7.13 и благословит вхождение твое и исхождение твое здесь же всякое благословение духовное и ни в чем у нас нет недостатка ибо мы сделались бессмертными и сынами Божьими и сынаследниками Христа и начаток наш приемлет поклонение от вышних сил посему справедливо сказал вы всяким благословением потому что нам даровано все божественное и духовное во Христе то есть через Иисуса Христа дано нам благословение а не через Моисея как иудеям поэтому не только качеством благ но и посредником отличаемся от них как бы поясняя почему наше благословение духовно он говорит в небесах ибо благословение иудеев было на земле а посему и телесно ты будешь говориться есть от трудов рук твоих землю где течет молоко и мед благословит господь землю твою псалом 127 2 исход 33 3 второзаконие 11 27 и 31 а здесь ничего нет земного но все небесное поэтому это и духовно наше благословение ибо царство небесное обещано нищим и гонимом великая награда на небесах Матфея 5 3 Ефесян 1 4 так как он избрал нас в нем прежде создания мира чтобы мы были святы и непорочны пред ним в любви толкование благословит говорит через нас через креста равно как и избрал через него то есть через веру в него избрал прежде создания мира ибо соделанное для нас предопределено от века не новое что-либо совершается но приводится в исполнение положено из начала а слово избрал указывает и на божественное человеколюбие и на добродетель их ибо он избирает всех которые будут достойны чтобы ты услыхав что он избрал не сделался беспечным какой же избранный он говорит для того нас Бог избрал чтобы мы были святыми непорочными оставаясь верными той святости которую он даровал нам при крещении и проводя жизнь добродетельную свят же тот кто держится веры а не порочен тот кто безукоризнен в своей жизни святости же и непорочности он требует непростой но пред ним много бывает святых пред людьми каковы фарисеи но не пред Богом это и Давид говорит по чистоте рук моих по какой пред очами его псалом 17 25 и Исаия так же очиститесь удалите злые деяния ваши от очей моих Исаия 1.16 Ефесянам 1.5 предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей сказал толкование сказав избрал дал понять что он избрал нас как достойных за нашу добродетель но так как не от нашей только добродетели зависит спасение то добавил в любви предопределив усыновить нас то есть вследствие своего человеколюбия возлюбив нас предопределил при том уверовать и прийти от нас зависит хотя тоже по призванию Божию но удостоить пришедших усыновления это дело одной любви его и человеколюбия посему он присовокупил предопределив усыновить какое же это усыновление которое к нему приводит род наш и делает нас своими ему и это так же через Иисуса Христа ибо хотя Отец предопределил но Христос привел нас так как через Сына все блага а не через кого-нибудь раб какого-нибудь раба то есть то и честь славнее Ефесянам 1.6 похвалу славы благодати своей которую он облагодетельствовал нас возлюблено толкование потому говорит он предопределил нас к усыновлению что желал сильно желал стремился это ведь и есть благоволение показать славу благодати и благодеяния своего но разве ищет славы бог нисколько божество ни в чем не имеет нужды но желает прославления от нас чтобы мы как можно более возлюбили его ибо тот который изумляется оказанным ему благодеянием будет стараться не оскорбить своего благодетеля и чем более он помнит об этих благах тем более он будет любить давшего их итак благоволение есть желание божие главное основа других желаний как например первое хотение божие чтобы никто не погиб второе хотение чтобы соделавшиеся злыми погибли потому что он действительно не по необходимости наказывает но по изволению итак благоволение есть главное хотение божие не сказал даровал но облагодетельствовал то есть содело нас приятными и любезными подобно тому как если бы кто встретив какого нибудь старца покрытого язвами и изнуренного голодом и обезобразного вдруг сделал его другим благообразным и юным украсив его всяческими дарами так и Бог найдя нас нравственно изуродными и гнусными явил нас приятными и прекрасными его желает сказано царь красоты твоей псалом 44 12 облагодетельствовал же возлюбленном сыне то есть через возлюбленного ефесянам 1 7 в котором мы имеем искупление кровью его прощение грехов по богатству благодати его толкование благодаря возлюбленному говорит мы имеем избавление какое же прощение грехов как оно происходит кровью ибо то особенно изумительно что предав предав на смерть своего возлюбленного сына он освободил нас ненавистных дав в искупление и избавление кровь возлюбленного и заметь это более чем усыновление даже сына не пощадил ради нас ибо после того как сказал об усыновлении говорит об этом восходя от меньшего к большему Ефесянам 1.8 каковое он при избытке даровал нам во всякой премудрости и разумении толкование садел же это говорит он по богатству благодати своей заметь эти усиленные выражения нам дано богатство и богатство божие богатство благодати и не просто благодати но каковое он при избытке даровал нам то есть приизобильно излил Ефесянам 1.9 открыв нам тайну своей воли по своему благоволению который он прежде положил в нем толкование то есть благодать излил на нас для того чтобы сделав нас мудрыми и разумными открыть нам тайну воли он как бы говорил тайны сердца своего открыл нам и лишь таким образом чтобы показать нам тайну во всем разуме и мудрости то есть глубину всякой мудрости и разума ибо врагов притом презренных удостоит столь великих благ и это в конце времен и через крест не делали это великой мудрости сделал же это как хотел как прежде положил и предопределил в нем имеется ввиду во христе все ну вообще есть опять вот 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 Продолжение следует...